Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на втором занятии курса, где мы с вами изучаем древний тракторат Эрмиса Трисмеиса, который называется Пимандрис. И сегодня мы с вами перейдем к второму и третьему абзацу данного трактата. Что хочу сказать сразу, сам по себе вот эти два абзаца, по сути четыре строки, это диалог, поэтому примерно четыре маленьких предложения. И именно их разбор как перевод, он много времени не займет. Но у меня есть такое ощущение, что есть вероятность, если я не успею в течение 30 минут рассказать вам то, что я вам хочу, есть велика вероятность, что будет еще и вторая часть, так же как была в первом уроке, где я вам буду пояснять, есть здесь два ключевых слова, один или два, точно уже не помню, но один точно есть, который, к счастью, либо к сожалению, одним переводом не упадешься. То есть просто так перевести это слово без пояснения не получится. Поэтому сразу говорю, что вот велика вероятность, что будет и вторая часть, если не успею. Итак, условно говоря, второй и третий абзац, что мы сейчас будем с вами разбирать. То есть сам автор, который делал перевод этого текста на новогреческий язык, назвал этот абзац «Знакомство с Высшим Я». И поэтому речь сегодня у нас пойдет, во-первых, о пояснении того, из чего состоит душа, кто такой Высший Я, что такое Нишая Я, либо кто такой Нишая Я. Вот это все мы с вами будем сегодня разбирать. Итак, как обычно, я здесь еще даже приготовила вот моя любимая доска. Сразу хочу сказать, кто изучал со мной Таро, индивидуальные занятия проходил по Таро, приготовьте аркан колес, ничего, он нам пригодится. И кто изучал мой курс «Древо жизни», здесь у меня, значит, доска нарисованная «Древо жизни», да, мы к этому тоже вернемся. Итак, приступаем. Значит, изначально я зачитываю на древнегреческом языке. Вы попросили, чтобы я этот текст выкладывала в прикрепленном комментарии. Я сделаю это и в этот раз. Звучит он действительно необычно, так как могу сказать, что язык, он какой-то такой, знаете, закодированный. В каком понятии? В том, что каждое слово несет очень глубокую смысловую нагрузку. И поэтому за каждым словом скрывается огромная-огромная глубина. Итак, второй абзац состоит из двух предложений. Это диалог. Ну вот я такая молодец, взяла и у себя, и закрыла. Поэтому дайте мне, пожалуйста, две секунды, я снова открою текст. Сейчас поверхность стола гладкая, скользкая, и мышкой неудобно. Поэтому приходится на компьютере, на панельке передвигать фикс, но это не очень удобно. И в прошлый раз, сейчас, две секунды, мы закончили на диалоге о том, что Эрмис встретил нечто. Значит, вошел в состояние, в медитативное состояние и повстречал по ту сторону с нечто таким большим. И это нечто большее, которое не имело размеров, да, то есть, по сути, вездесущее. Назвала душу Эрмиса по имени и обратилась к нему. И вот сейчас у нас начинается непосредственно сам диалог. Звучит он следующим образом. Это вот был маленький диалог, я сразу, второго абзаца, я сразу зачитаю третий, чтобы мы потом уже с вами перешли непосредственно к самому разбору. И продолжение этого диалога, третий абзац, звучит опять следующим образом. «Зори». «Фημεί εγώ, μάθειν θέλω τα όντα, και νοήσει τιν τούτον φύσιν, και γνώνε τον Θεόν». Это так вот звучит мой корявый древнегреческий. Ну вот как могу, вот, а теперь мы непосредственно перейдем к самому переводу. Итак, первый диалог, да, второй абзац переводится на классический греческий следующим образом. «Кειτο ты, εγώ, του ήπα, πιώσεις». И тогда я спросил, да, скорее всего, сказал, «Кто ты?». То есть изначально нам существо, да, вот это вот, с которого мы увидели неограниченное, да, бестелесное, да, потому что не было ограничений, не было форм. Поэтому назвало нас по имени, скорее всего, назвало душу Эльмиса по имени. И вот Эльмис ему в аббаратку спрашивает, да, «А ты кто?». «Эго, του ήπε». Я сказала ему, да, «Туападисе». То есть, как это, как бы так назвать, я просто думаю, да. Давайте в кавычках скажем существо, то есть диалог, да, с кем ведется. Вот эта противоположная сторона представилась, да, и ответила имя о «пимандрис». О «и» и «автендики» или «турье Туну». То есть «я пимандрис» – подлинная функция «ма». То есть представилась непосредственно, да, с одной стороны назвали душу Эльмиса по имени. Еще раз скажу, имя – это набор, может быть, каких-то букв, звуков. Это не земное имя, поэтому ни в одном воплощении, да, не ищите, что оно будет понятно, да, в звучании, либо его вообще легко можно будет произносить. И он представился, что «я пимандрис», и дальше идет пояснение, да, то есть «пимандрис» и что это означает. То есть «я в фендики», «литурье в фендики» означает подлинное, да, настоящее, а «литургия» – это функция, работа. И в данном слайде «туну» – «ма», то есть подлинная функция «ма». Так, вот так. «Ксеру ты эпицемис» – «я знаю, что ты хочешь». «Наксерис» – «кими автос» – «я знаю, что ты хочешь знать». И я тот, кто может тебя сопровождать во все измерения времени и пространства. То есть вот эта вот подлинная функция «ма», которая нам представилась, да, и назвалась как «пимандрис», говорит о том, что «я знаю». То есть еще «эрмис» вообще не озвучил, да, что он хочет узнать, для чего он вообще сюда пришел, да, в это видоизмененное состояние, так скажем, что было понятно, да. Но при этом «пимандрис» в диалоге уже говорит, да, поскольку «я» – подлинная функция, то есть настоящая, да, функция ума, то есть «я» есть вот этот безграничный ум-разум, неважно, как это называется, но в данном случае прям вот конкретно, да, подлинная функция ума, прямой перевод конкретный «я знаю, что ты хочешь». То есть «я знаю, для чего ты пришел», да, «что ты хочешь узнать», и «я» готов тебя сопровождать во все измерения. То есть это то существо, если так, ну, существо, я имею в виду для понимания, потому что существом это ты не назовешь, и дальше в последующих этих абзацах мы это поймем. Но, условно говоря, для понимания, опять-таки обозначим так, «я» тот существо, которое сможет тебя сопровождать во все измерения, да, какие вообще существуют во времени и пространстве. То есть «я» могу быть с тобой везде, то есть «я» везде, везде сущ, да, то есть это уже у нас идет отсылка к чему-то такому напоминающему, да, что может быть везде сущим. И при этом «я» тебе все покажу, то есть «я» тот, кто может, да, и показать тебе это все рассказать. На этом и заканчивается второй абзац. Здесь ничего такого особенного для пояснения нету. Но есть в следующем абзаце, да, третий абзац, то, что я уже зачитывала, да, и мы продолжаем дальше диалог. Сейчас я прокручу чуток. И читаем уже перевод на классический греческий третьего абзаца, который нам говорит следующее. «Эготу апандиса» в данном случае то, что я называю, да, для понимания существо, это наше высшее «я». И то, что является «эрмисом» в данном случае, да, то это наше «мише». Почему я именно так назвала, вы поймете, когда в этом абзаце мы получим пояснение. И с этого момента я буду вот так назвать, так разделять, так будет понятнее. «Эготу апандиса» и здесь в данном случае сейчас говорит, «гермес», «эрмис», либо «нишея». «Эготу апандиса», я ему ответила, ответила, «автопусэлунамасу», то, что я хочу узнать, в данном случае, как пояснение, да, «практики фармуи», то есть это не то, что я просто хочу узнать. Напоминаю, да, я в прошлый раз говорила про обучение, что является обучением в данном случае. Здесь не просто ниша «я» хочет узнать, да, то есть получить какую-то информацию, а она хочет узнать с целью применения. То есть не просто я хочу получить вот эти вот все философские понятия, да, что-то как-то в них разобраться, а я хочу уметь применять их на практике для того, чтобы либо улучшить свою жизнь, либо жить в соответствии с этим изданием. То есть здесь практическое применение идёт. Поэтому там, где мы будем слушать, либо слышать слова, непосредственно связанные с научением, речь будет идти о именно практическом применении. То есть не просто послушал, да, там, понял, осознал, но ещё и практическое применение. Продолжаю дальше. И вот здесь вот это вот слово, которое займёт очень-очень много времени для пояснения. Я дочитаю это предложение до конца, и потом это слово поясню более конкретно. То есть я хочу узнать, да, всё про онда. Кто такие онда, что это такое, я поясню. И далее им, то есть узнать всё это про онда, да, понять на катануишо, тис дьяфорес тонфисионтус, то есть я хочу это узнать, понять, в чём функция этого, и в чём отличие одного от другого, для чего киталикана гонорисо, чтобы в конечном итоге, да, узнать, понять, тис именио фиос, чтобы понять, кто такой Бог. То есть конкретная задача данной медитации была не просто найти ответы на вопросы, то есть обычно, как бы так сказать, обыденные вопросы, да, мы можем находить ответы в нашем привычном состоянии, в привычном состоянии сознания, в котором мы находимся. Но когда мы хотим понять, получить какие-то философские понятия, для этого мы используем медитацию. Почему? Потому что ответы на эти вопросы в обыденном нашем сознании мы найти не сможем. И иногда вот эти вот все философские, абстрактные понятия, которые мы хотим понять, мы для этого используем краски медитацию, вспоминайте восток, на востоке, когда, ну, в принципе, нам просто более известны, нежели вот древнегреческое вот это вот направление, да, медитации. Когда мы погружаемся вглубь себя в медитации для того, чтобы найти ответы, откуда мы эти ответы берем, мы должны их взять от источника, кто либо что является источником, да. Источником в данном случае у нас будет наше высшее Я, та часть души, которая не воплощается. Про это тоже сегодня поясню. И поэтому медитация, она, то есть здесь нам сразу дается понимание, для чего нужна медитация. Для того, чтобы найти ответы на такие глубокие вопросы, в данном случае я хочу узнать про онда, что такое онда, поясню. Я помню, что я вам не перевела это слово. Понять разницу одного для другого. И в конечном итоге, то есть понять предмет, суть всех вещей. Для чего? Для того, чтобы познать, что такое, либо кто такой Бог. И это мы сможем познать только через источник. Это не познается через книги. И я на этом не случайно делаю акцент, потому что иногда мы хотим услышать у каких-то других, от каких-то других людей, да, просветленных, расскажи мне, кто такой Бог, и все такое. Вам, ну, во-первых, чисто субъективное мнение, да, касательно просветленных. Мне кажется, на Земле их не так много, а те, кто действительно просветленные, у них уже появляются иные задачи, и, ну, им неинтересно уже рассказывать о Боге. И в любом случае, каждый раз, когда ты даешь пояснение, кто такой Бог, да, где он живет, да, как он существует, используя слов, слова, происходит некое искажение. А если происходит искажение, это уже не источник, и это уже не есть истина. Так вот, задача каждого человека, и опять-таки, если мы говорим про смысл жизни, да, в чем смысл жизни, найти Бога, да, кто такой Бог, где он живет, как он выглядит, да. И вот этими вот вопросами, по сути, и задается душа. Почему? Потому что только в медитации вы сможете найти ответ. Нигде, еще раз скажу, ни от людей, ни от книжек. Потому что все, что вы будете читать, все, о чем вы будете слушать, это будет искажение. Задача, и дальше в последующих трататах, в последующих абзацах, ближе к концу, я дам вам это пояснение, не то, кто такой Бог, а почему именно причина, почему вы не можете это услышать от других людей. И это будет не истинно, а лишь субъективное мнение, даже теория о том, и что только внутри себя вы сможете познать. В дальнейшем мы это узнаем. Сейчас, ну, то есть, заканчивается этот диалог, да, третий абзац, тем, что вот мы хотим познать Бога. И дальше. «Туэльга пошу поли, сайсила на ту накурсу». И нише я сказала высшему, да, либо гермес своему оппоненту, напротив, и я ему сказал, как сильно я желаю его послушать, то есть услышать этот ответ, да, жажда моя насколько велика. «Китоте автос», и тогда он, вот это вот, «высшая я», да, наш оппонент второй, «Симфонисимазимус» согласился со мной, «Кемуипи кипаль», и сказал мне снова, «фэристо нушу» означает буквально, вот прям буквально возьми в свою голову, да, вот в свой ум, то есть когда буквально я перевожу, смысл не совсем понятный, попробуем в вольном переводе, сосредоточься, да, но здесь этого слова нет, это вот вольный перевод, то есть «фэристо нушу», принеси, да, вот в свой ум то, что ты хочешь узнать, да, то есть сосредоточься на тех, на том, что ты хочешь познать, прям вот сконцентрируй все свое внимание, «Киго зашу разызакшу», и я от тебя научу. В самом начале, да, помните, когда Вимадрис начал разговаривать с Гермесом, он сказал о том, что я знаю, для чего ты пришел, но здесь у нас дальше диалог разворачивается таким образом, когда он ему говорит, что сосредоточься на том, что ты хочешь узнать, и я тебя научу, то есть сконцентрируйся. В данном случае здесь очень такая второе ключевое слово, первое онда, второе вот это, как смысл, говорит о том, что когда мы что-то хотим познать, мы должны на этом сфокусироваться, то есть когда у нас есть конкретный вопрос, чтобы получить ответ, должен быть правильный вопрос. В данном случае правильная формулировка вопроса, почему она важна? Потому что, если мы правильно сформулируем вопрос, конкретно и четко, исходя из того, что мы желаем, то мы на этом фокусируемся. А там, где наше внимание, там наша энергия, то есть мы как некий такой шланг с водой поливаем своей собственной энергией в том направлении, где у нас есть наше внимание. И в данном случае, поэтому я и сказала, сконцентрируйся, то есть собери всю свою энергию, собери все свои мысли, силы, все, что есть, то, чем ты наполнен, и сконцентрируйся, то есть собери все в одну точку, всю свою энергию, и то есть подумай об этом и конкретно, и тогда я тебя научу. То есть концентрация, концентрация внимания, концентрация энергии. Это еще один показатель, очень глубокий, насколько важно именно концентрируйся. Когда мы что-то хотим получить, нам важно держать фокус внимания именно на этом. То есть даже если у нас по жизни стоит какой-то вопрос, мы сфокусированы на нем где-то на задней части нашей головы, нашего мозга. И когда мы проживаем в течение дня какие-то ситуации, пусть это будет какая-то встреча, либо какой-то диалог, либо какой-то разговор. То есть любой символ, знак, который нам посылает Вселенная, мы всегда сопоставляем с этим вопросом, который нас интересует в данном случае. И тогда только мы сможем получить ответ на него. То есть это в принципе и есть язык общения Вселенной с нами. Но если мы не будем сконцентрированы на том, что я хочу, к примеру, допустим, я ищу, ну хочу понять, какую профессию мне выбрать. Ну окей, я один раз подумал и все, и забыл. Я не обращаю внимания. Знаки, ответы, они приходят. Но мы их пропускаем. Почему? Потому что мы не сконцентрированы. Конечно же возникает вопрос, как я могу быть все время в течение дня сконцентрирована. Поэтому я сказала где-то на задней части вашего мозга. Мы все время задаем этот вопрос. Когда я обучаю, кто у меня учился в индивидуальном обучении Таро, и когда мы проходим арканы, я всегда говорю, выбирайте два ключевых слова. Один из прямой позиции, другой из перевернут. То есть прямая позиция это наши добродетели, перевернутая в каждом аркане это наши, условно говоря, пороки, то есть наши сильные и слабые стороны. И фокусируйтесь в течение недели на этих двух ключевых словах. Тогда вы сможете отследить, во-первых, мы практикуем, ну кто это делает? Мы практикуем наблюдательность, умение фокусироваться на жизненном вопросе. Для чего? Для того, чтобы сильные стороны усилить, а слабые отследить и их тоже усилить. То есть то, что уже работает, мы это усиляем, то, что не работает, мы помогаем этому работать, то есть осознаем, помогаем. И тем самым мы себя шлифуем постоянно. Вот в этом-то и заключается вся фишка. И в данном случае именно концентрация, задай себе вопрос, сконцентрируйся. Но чтобы сконцентрироваться, человек должен понять, что изначально, что я хочу, прежде чем сформулировать этот вопрос. Почему я говорю правильно? Правильность, корректность даже вопроса заключается в том, чтобы понимать, во-первых, в каком времени мы спрашиваем, то ли мы действительно хотим, либо за тем, что мы хотим, может... Солнце так падает, скоро солнышко отойдет. Действительно, то ли мы хотим, либо за нашим вопросом скрывается нечто большее. На своих консультациях, я очень часто такое вижу, когда человек приходит, что-то говорит одно, но подразумевает что-то другое. Так суть заключается в том, чтобы мы научились задавать себе вопросы таким образом, чтобы вот это вот подразумеваю, чтобы оно стало главным вопросом, а не второстепенным. Лаконичность языка, то, что учили в Древней Греции. И именно вот то, что я сказала, кодированный язык, древнегреческий, он был настолько лаконичным, что одно слово, а сейчас мы придем к первому слову, которое я вам поясню, именно вот это вот онда. Посмотрите, сколько времени у меня займет, для того, чтобы объяснить одно слово, которое, зная данный язык, ты уже понимаешь этот смысл. То есть насколько язык действительно лаконичный, понятный, и именно ораторское мастерство, в этом и заключается, уметь выражать свои мысли. Почему? Потому что в слове есть сила, и сейчас мы это увидели, непосредственно о том, что нужно концентрироваться, концентрироваться, это вот прям концентрат энергии, каждое слово, это концентрат энергии. А поскольку слова материализуются, поэтому, когда мы научимся лаконично, по сути, высказывать свою точку зрения, то, что мы хотим на самом деле, тем быстрее мы сможем материализовать то, что мы хотим. И здесь вот этот вот пример, как раз таки, как составляющая того, что мы говорили, с этим-то и связан, о том, что сосредоточься на том, что ты хочешь, и я тебе научу. При условии того, что Высшее Я, оно, то есть Пимандрис, он и так уже знает, что хочет Гермес, то есть для чего он пришел, он хочет познать Бога, он хочет познать природу вещей, в чем разница одного от другого, для того, чтобы познать непосредственно Бога, и не просто познать, а мы говорим, это практическое применение. Что значит практическое применение, познание Бога, стать богоподобным? На этом сконцентрирован весь трактат вокруг этого. Как я и говорила, я, видимо, не успела, поэтому сейчас будет вторая часть, где вот я Вам буду объяснять это слово, и вся теория, философия непосредственно души, которые связаны в этом слове, но уже в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok